В эфире телеканал РБК Уфа региональный выпуск новостей в студии Максим Окунев. Здравствуйте. Спецавтохозяйство Уфы построит в Уфимском районе мусороперерабатывающий комплекс мощностью 400 тысяч тонн в год. Рекоператор приступил к разработке проектной документации. Об этом стало известно на заседании коллегии Минэкологии региона. В частности, подвели итоги первого года реализации так называемой мусорной реформы. Четыре региональных оператора вывезли больше 2 миллионов тонн твердых коммунальных отходов. Охват населения услугой составил 97%. За счет частных инвестиций построено два мусоросортировочных комплекса в Иглинском и Аургазинском районах. На стадии строительства еще 9 объектов, в том числе технопарков, которые возведут до 2024 года. Речь идет о Баймакском и Шимбайском районах и городе Сибае. В настоящий момент сегодня озвучили этот проект в Уфимском районе. У нас компания приступала к проектированию строительства крупного мусороперерабатывающего комплекса мощностью 400 тысяч тонн АОСАХ. Были вопросы по технологии, были вопросы по финансированию данного проекта. На настоящий момент проект находится в активной стадии по проектированию. Нам бы хотелось, чтобы инвестор скорее приступил к вопросам практической реализации данного объекта. После перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в Башкортостане в прошлом году благоустроили почти 30 тысяч контейнерных площадок на 800 миллионов рублей. В этом году на эти цели выделили почти 175 миллионов, чтобы создать 17,5 тысяч контейнерных зон в населенных пунктах. В Башкортостане с 2017 года не выносилось приговоров по 210-й статье Уголовного кодекса Организация преступного сообщества. Об этом сообщили в прокуратуре региона, комментируя инициативу Госдумы вывести из-под ее действия предпринимателей. Последней громкой историей проходящей по статье могло стать дело Древпрома, но в конце 2019 года с компанией сняли обвинение в Организации преступного сообщества. Статья печально известна в бизнес-среде. Эксперты полагают, что следственные органы применяли ее для давления на предпринимателей. Накануне Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о выводе бизнеса из-под действия 210-й статьи. Исключениями станут предприятия, созданные специально для совершения преступлений. От следственных органов будут требовать доказать этот факт. Процесс подтверждения станет сложнее. По мнению экспертов, теперь оказывать давление на бизнес будет тяжелее, но многое зависит от практики права применения. Следователи правоохранительного органа с большим опытом не начинают давить, прессовать предпринимателей, которые по сути своей не являются никакими преступниками, не имеют опыта поведения в таких местах. Поэтому, к сожалению, следователи пользуются этим активным. По данным аппарата бизнес-амбудсмена Башкортостана Флюра Садулина, республиканские предприниматели в прошлом году не обращались по поводу преследования по статье 210. В целом же по России в минувшем году под нее попало 133 предпринимателя, 73 из них осуждены. В отношении еще 60 дела были прекращены, причем в половине случаев в связи с оправданием. Промышленные парки на 10 лет освободят от налога на имущество организации. Льгота будет распространяться на управляющие компании резидентов индустриальных технопарков. Соответствующий законопроект депутаты госсобрания рассмотрят в первом чтении на ближайшем пленарном заседании. Налоговые каникулы распространятся на имущество, которое используется непосредственно для деятельности индустриального парка и расположено в его границах. Фактически на сегодня всем требованиям для предоставления льготы соответствуют два индустриальных парка. Уфимский и промцентр, пояснили в региональном парламенте. Уверен, что именно принятие данного законопроекта будет способствовать реализации указа главы республики о стратегических направлениях социально-экономического развития республики Башкортостан до 2024 года в части создания новых 50 индустриальных парков на территории республики. Сейчас корпорация развития региона работает над созданием новых индустриальных парков в Благовещенске, Нефтекамске, Белебее, Кумертау и в Салавате. Ну и как пояснили в госсобрании, потери бюджета от предоставления льготы по налогу на имущество организации составят 22 миллиона рублей в год. Но в перспективе будут компенсированы поступлениями других налогов вследствие развития производства. Это принесет бюджету порядка 250 миллионов рублей дополнительных доходов в год. Прокуратура Октябрьского района Уфы добилась сноса семи аварийных домов. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства. Основанием для обращения в суд послужили материалы прокурорской проверки. Установлено, что дома по улицам Самаркандской, Тихорецкой и Малой Шелководной в 1998 году признаны аварийными и включены в республиканскую программу по переселению граждан. Муниципалитет был обязан предоставить людям благоустроенные жилые помещения, а также снести аварийные дома. Однако, несмотря на то, что жильцы из аварийных домов расселены, администрация города Уфы не ликвидировала старые постройки и не ограничила доступ людей к ним. В итоге в заброшенных зданиях распивали спиртные напитки, места облюбовали бездомные. О том, когда будет выполнено решение суда, пока не сообщается. Ну и на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на телеканале РБК Уфа.